итак всем привет друзья в шанс для тех кто еще не впрыгнул в ракету по биткоину он все-таки есть и те кто сейчас ждут коррекцию отчасти они правильно делать потому что технически действительно рынок перегрет на рынке эйфория и естественно у нас индекс страха и жадности сейчас показывает 88 напомню вам что когда такие значения довольно таки высокие то он охлаждается а именно охлаждается обвалом биткойна и всего рынка криптовалют что касается принципе рынка криптовалют то сейчас мы видим что рынок находится в зеленой зоне действительно за последнее время не только выровнялись значит альткоины ну и также выровнялись дефиай проекты некоторые из них действительно превзошли мои ожидания ждал я их куда ниже но тем не менее сейчас я считаю что это коррекция к падению и пока что там открывать шампанское еще довольно таки рано а что касается в принципе рынка если мы будем брать тренд то действительно все идет к тому что если биткоин начинает падать то падать безбожно и в два три раза больше начинают альткоины это действительно так и поэтому сейчас нужно быть на рынке предельно аккуратным и осторожным кстати некоторые альткоины которые пампились ранее такие как монера и даже обновили хай 2019 года и вернулись к значениям которые были восемнадцатом году сейчас стоят на месте это говорит о том что альту выравнивают в преддверии коррекции по биткоину чтобы она не так плохо выглядело что касается значит того что у нас по биткоину действительно ли у нас будет коррекция или нет об этом вы узнаете после рекламной паузы но а спонсор данного видеоролика но а спонсор видеоролика очень надежный и проверенный способ получить большую прибыль на крипто рынке это участие высокоприбыльном проекте именно таким является bitcoin арбитраж . на это ведь участвуем можно заработать очень хорошую прибыль а точнее сто процентов за восемь дней тут гарантированно можно заработать целинную прибыль данный проект на крипто рынке более года и успел себя хорошо зарекомендовать о чем свидетельствует прозрачность депозитов и выплат с очень внушительными суммами в эквиваленте btc система проекта основана на стратегии арбитражной торговли я бы сказал что это единственный нормальный проект за последние три года ссылка на проект будет под видеороликом если же мы говорим про bitcoin то по биткоину сейчас на данный момент застопорилась движение рынок перегрет естественно пока что bitcoin не может преодолеть отметку 16000 долларов за одну монету напомню вам что ожидание многих на рынке криптовалют сейчас сводится к тому что bitcoin пойдет к 17000 долларов и там будет коррекция но скорее все-таки крупный игрок сделает эту коррекцию куда раньше ну и также у нас есть сейчас ориентир на зону поддержки это 13000 долларов за один биткоин соответственно также там можно ориентироваться ну и следующая остановка опять-таки 10500 долларов за биткоин если все будет очень и очень плохо хотя принципе я считаю что как за коррекцию можно все-таки принимать уровень 13000 долларов и это адекватная коррекция ну и естественно также это попытка для тех людей которые пропустили движения в принципе сюда вклинуться и я считаю что необходимым нужно будет все-таки сделать за последнее время видеоотчет за октябрь месяц уже на днях буквально завтра послезавтра я выпущу видео отчет по торговле в вип-группе что касается значит другого то что по фибоначчи по также там рс а и мы видим что есть определенная перегретость когда по риса и достигается перегретости и сопротивления все-таки здесь не пробивается то мы идем на коррекцию соответственно это также говорит о том что мы можем еще немного опуститься то есть это все говорит в пользу коррекция поэтому рынок перегрет соответственно когда индекс страха и жадности у нас показывает высокие значения он идет в коррекцию что касается динамики популярности то вот на некоторых сайтах говорится что данные google тренд они говорят о равнодушии розничных инвесторов к подъему биткоина это говорит о том что в принципе трейдеры инвестора которые ранее в семнадцатом году активно им интересовались даже несмотря на подъем биткоина они им особо сейчас не интересуются но я считаю что хайп вернется после того как биткоин пробьет 20000 долларов и пойдет на 30 40 50 тысяч долларов при этом хайп вполне вернется и очень интересно что есть такая конспирология у coinmarketcap были объемы в 1 триллион долларов буквально вот это было на днях мы увидели эти объемы и вполне такая капитализация может быть в скором времени поэтому в принципе здесь действительно конспирологический рынок заделан очень хорошо и естественно мы можем увидеть эти цены по альткоинам куда выше нежели они есть сейчас но рынку необходимо подходить с умом если вы холдер то понятное дело здесь необходимо держать тот же xrp если вы трейдер то здесь необходимо готовиться к коррекции и подтягивать стопы что касается значит fidelity то она имеет свыше 20 разработчиков на фоне интереса институционалов криптовалютам понятное дело что про институционалов сейчас кричат везде несмотря на то что институционал уже зашли давно в bitcoin и купили они этот bitcoin именно на отметках 4000 за одну монету и сейчас когда говорят что институционалы заходят но как бы я не считаю что они покупают bitcoin по завышенной цене который взлетел в триста процентов что касается мыльного пузыря тизера то капитализация стейбл коина и взлеты она превысила 17 миллиардов долларов тизер находится на третьем месте подвинул он уверенно xrp и уже удерживает уверенно там уже несколько месяцев эту позицию на третьем месте и соответственно сейчас уже капитализация тизера устремилась к 18 миллиардам и sdt до куда принципе капитализация тизера дойдет пока что непонятно понятно что это инструмент это рабочий инструмент для трейдеров трейдеры после фиксации позиции выходят в тизер и потому что тизер везде распространен лишь единицы бирж удалили тизер до в обмен там на какой-то стейбл коин возможно по контракту например тот же и здесь и мог заплатить какой-то бирже чтобы они удалили и с дт таким образом это борьба конкурентов в принципе на рынке криптовалют это нормально а что касается значит отчета рипл то за третий квартал общий объем xrp увеличился на сто семь процентов ранее вчера я делал видеоролик по рипл xrp соответственно какой был сетап сетап был таков что с сентября у нас по сегодняшний день набиралась позиция крупным игроком были фитили то есть если вы посмотрите на графике xrp когда у нас были фитили фитили зачастую были тогда когда мы шли хорошо наверх и сейчас эти фитили опять-таки повторились в то же время здесь выбивали стопы до доходилась на монеты до 22 центов но ниже и и не обускали естественно мы можем сказать констатировать что что игрок набирал позицию и естественно он готов выдвинуть ее на сопротивление 33 цента напомню вам что 33 цента у xrp является главным сопротивлением и здесь уже начать глобальный аптренд цена монеты xrp может достигнуть вполне доллара в кратчайшие сроки при таком раскладе также можно полагать что когда bitcoin будет сдуваться после значит своих максимумов возможно максимумы будут иметь место быть там 30 тысяч долларов за bitcoin 40 тысяч долларов за bitcoin то крупный капитал будет переводить значит в те монеты которые себя плохо показывали или не показывают вообще возможно в таком случае как и в семнадцатом восемнадцатых годах после пампа биткоина будет и пампится жестко xrp поэтому принципе полдите и будьте терпеливы но тем не менее если мы будем говорить про дно xrp про прибыль то xrp и так дал 200 процентов прибыли в этом году и соответственно здесь нельзя сказать что вот актив это скаму просто он лежит на месте не двигается и так далее да он принципе не такой подвижный он не такой интересный как тот же него который летает например с 5 6 долларов до 25 долларов и дает конечно же больше прибыли или тот же эфириум но тем не менее у xrp другая философия здесь в графике у xrp философия такова что он стреляет тогда когда никто не знает и делает это он очень хорошо инвестора при этом которые терпеливы они обогащаются а те кто распустили нюни из-за того что вот график принципе вообще никак не рыба не мясо они конечно же теряют деньги но принципе это как и в жизни принципе в жизни то же самое кто распускает нюни тот и проигрывает поэтому здесь необходимо набраться терпения у нас был критовки всем начинка и до встречи